Военная обстановка в Сирии 24 июля 2018 года 23 июля сирийская армия и ее союзники начали военную операцию по разгрому террористов ИГИЛ на юге Сирии, к востоку от оккупированных Израилем голландских высот. В северной части подконтрольного ИГИЛ Котла правительственные войска освободили деревни Малакка, Ум-Лаукас, а также несколько близлежащих высот. 24 июля группировка сил во главе с сирийской армией продолжила свое наступление с целью взятия города Тасиль и расположенных возле него деревень Сауда, Айн-Такар и Адаван. Главная цель данного шага – сократить линию фронта с ИГИЛ. Это позволит сирийской армии сосредоточить свои основные усилия на более укрепленных районах, расположенных в центральной и южной частях Котла. В то же время в деревне Аль-Рафит сирийская армия отбила пост сил ООН по наблюдению за разграничением. Таким образом, единственной территорией восточных голландских высот, которая все еще находится под контролем боевиков свободной сирийской армии Хаят-Тахли-Рашам, являются населенные пункты Бакира, Баражам, Кунейтра и Джубаталь-Кашаб. 23 июля Цахал применила зенитно-ракетный комплекс «Проща Давида» против ракет, пущенных в районе линии соприкосновений Сирии и Израиля. Цахал заявила о том, что Израилем были пущены две противоракеты. Неизвестно, поразили ли они какую-либо цель. По информации Цахал, ракеты, пущенные в ходе боев между сирийской армией и боевиками, не причинили какого-либо ущерба. Интересно отметить то, что ВВС Израиля не нанесли никаких ответных ударов по Сирии, что является неожиданностью с учетом общей позиции Тель-Авива по данному конфликту. Позже, в тот же день, в Иерусалиме министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. После встречи Министерство иностранных дел России заявило о том, что в ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее. Две недели назад Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. Участившиеся контакты между сторонами являются еще одним сигналом того, что вскоре южная часть Сирии вернется под полный контроль правительства Асада и союзному ему Ирана, в то время как у Тель-Авива нет каких-либо реальных вариантов предотвратить данный сценарий. Линия разграничения от 1974 года станет основой для как минимум частичной деэскалации конфликта между Дамаском и Тель-Авивом. Российский Центр по приему, распределению и размещению беженцев в Сирии подготовил свыше 336 тысяч мест для приема сирийских беженцев и вынужденных переселенцев. Данные места находятся в провинциях Алеппо, Риф-Димашк, Хомс, Хама и Дер-Эс-Зор. Российские военные заявляют о том, что в Сирию из Ливана, Турции и Ордании, Ирака, Египта и различных европейских стран могут вернуться в общей сложности 1 миллион 700 тысяч человек. Россия активным образом помогает правительству в Дамаске подготовиться к этому. С помощью России было восстановлено 83 медицинских и 213 образовательных учреждений, 73 электростанции, 69 объектов водоснабжения, 2 объекта топливно-энергетического комплекса, а также 244 километра дорог. Субтитры создавал DimaTorzok